Воздух, вода и огонь. Воздух, вода и огонь. Воздух связывается, собственно говоря, с той пресловутой мистикой, на которой в сегодняшний момент и зарабатываются хорошие деньги. Люди Земли будут заниматься денежными вопросами по основной причине собственной безопасности, потому что страх быть отвергнутым у них перекладывается на деньги и выстраивается такое определенное тождество. Деньги как стена, если они у меня есть, я в безопасности. Люди воздуха, у них такая подмена. Если вы меня любите, то я вам подарю себя как подарок, как что-то достойное, которое я преобразовала или преобразовал, которое вообще вам за счастье. А вы мне в ответ много, постоянно дали внимание деньги. Вы молодцы. Не дали, значит, я вам там расскажу и покажу. Буду игнорить и заниматься таким невротическим нарциссизмом для того, чтобы вы знали свое место и понимали, кто рядом с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Если вы хотите платить время и собственную жизнь на то, чтобы просто зарабатывать деньги, тогда получается жадность на первом месте. И эта жадность как трение всегда будет останавливать к вам поступление денег, потому что вы испытывать будете двойной ход. Для того, чтобы наработать новую структуру по отношению к деньгам, чтобы понимать, где нужно остановиться, где нужно сменить форму, где нужно показать внимание или там что-то подарить, или что-то как-то по-другому взаимодействовать, всегда нужно убрать противоречия тех авторитетов, которые являются для вас значимыми и копию которых вы надели. Еще раз, деньги, они свободно должны туда-сюда течь. Это воздух, это подвижность, это обмен, это сущность денег. Вы их куда-то начинаете схлопывать, закрывать, перетягивать и на что-то там копить на черный день или на какой-то. Происходит определенный период времени, когда чашка как сценарий переворачивается и начинается огромное количество всевозможных финансовых ситуаций, куда эти деньги уходят. Не купили пальто, ну не знаю, там дверь сломалась, там ванна пробилась, там еще там что-то. Всегда уравновешивается. Продолжение следует...